Для спортивного комплекса соревнования такого рода это естественное событие. Однако участники не профессиональные борцы. Сегодня здесь студенты медицинских вузов страны. Казань, Ижевск, Курск, Дагестан, Рязань и другие. Восемь университетов и одна академия. Сегодня будущие врачи покажут свое мастерство. Во второй раз студенты-медики собрались на одном татаме, чтобы бороться за звание лучших, повышать уровень спортивного мастерства и укреплять спортивные традиции и связи между вузами России. Мы надеемся, что ваш пример, ваша страсть и желание бороться, заниматься спортом, вести здоровый образ жизни будут примером для всех студентов нашей страны. Не только медицинских вузов, но и всех студентов. Вам успехов, ребята. Вы большие молодцы, что успеваете, что находите время, что не забываете то, чему учились в школе, в спортивных школах и показываете пример всем. Вы молодцы, успехов, честной и чистой борьбы. Второй всероссийский чемпионат подзюдо среди студентов-медиков на территории спортивного комплекса принимал Рязанский государственный медицинский университет. На открытии торжественного мероприятия присутствовали председатель Рязанской областной федерации дзюдо Валерий Чернышев и заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Виктор Авдеев. Чиновник от имени правительства региона поздравил всех присутствующих с началом чемпионата. Рязанская область имеет опыт проведения крупнейших всероссийских и международных соревнований. Я уверен, что данные соревнования пройдут на высоком организационном уровне, а вы покажете интересную и красивую борьбу. От Рязанского медицинского университета на чемпионате выступали студенты с разных курсов и различных специальностей. Виларийский каприз занимался борьбой еще в детстве. Тренировки он продолжил в прошлом году в стенах вуза. Говорит, что совмещать их с учебой не такая тяжелая задача. После занятий студент спешил на татами. По его словам, на чемпионате будет стараться изо всех сил. Когда вы поступаете в какой-то турнир, вы ожидаете всегда победу. Но всем знают, что это нелегко победить. Но мы все приготовились для этого. И мы попробуем что-то получить, победу. Если не получается, то ничего страшного. Еще тренируемся. Звучит команда судьи Хаджиме. На японском языке это означает начало схватки. На татами студент из Рязанского медицинского университета. Поединок выдался тяжелым. И члены команды, и тренер переживали за участника. И на последних секундах ему удалось изменить ход схватки. И хоть это только первая схватка на татами, все судьи уже окрестили прием как самый лучший бросок чемпионата. Как результат ипон, то есть высшая оценка и победа. Чемпионат под дзюдо проходит по всем существующим правилам борьбы. Поэтому страсти среди спортсменов и среди болельщиков кипят самые настоящие. Возникали и спорные моменты, которые решали всем тренерским штабом. Были схватки, которые заканчивались после одного удачного броска. В общем, настоящий чемпионат под дзюдо. Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания. Город.